Всем привет, ребята! С вами Механизмиклуб, и сегодня я вам покажу, как сделать 3D превью для вашего наверняка крутого ролика. Прежде всего, хочется сказать вам, что превью – это дело вкуса, и вы его должны делать привлекательным, но при этом, чтобы оно вам понравилось. То есть, именно вам должно понравиться превью. Итак, в этом ролике я буду использовать две программы – это Photoshop и Cinema 4D. И не переживайте, всё будет несложно, ведь я оставил ссылку на скачание исходника текста в описании, что облегчит вам работу. Итак, давайте начинать. Итак, для начала загружаем наш предыдущий проект, который мы сделали в прошлом ролике, получается. Ещё раз повторюсь, ссылка в описании и в подсказке она тоже была. Собственно, что мы делаем? Мы удаляем все слои, кроме фона. И перед началом, посмотрите предыдущий ролик. Я там рассказывал про основы создания превью и, в общем-то, различные правила, возможно, какие-то советы и многое другое рассказывал, в общем-то, интересную информацию. Давайте теперь рассмотрим, как сделать 3D превью. Для начала загружаем наш файл, который я оставил в описании. Там будет такой вот файл – текст из видео. И для его открытия и создания 3D текста вам понадобится Cinema 4D, потому что без него никак. Давайте запускаем Cinema 4D. И у нас видим такой вот текст. Тут какой-то текст. Собственно, что нам нужно сделать? Нам надо поменять все тексты на нам нужный. Например, как сделать превью. И заранее хочу сказать, что вот эти вот шрифты, которые вы сейчас видите на своих экранах, это шрифт, который у меня есть. У вас же его, может быть, и не будет. Поэтому вы его должны скачать. Он называется у меня Impact. Но советуется скачать любой шрифт, который вам нравится и который, по вашему мнению, подходит для текста превью. Теперь выделяем вот эти вот два текста. Два – это два текста. Два разных текста, но они друг друга дополняют. В один текст сливаются, поэтому не будем особо обращать на это внимание. И мы его как-то перемещаем, увеличиваем. В общем, делаем какие-то изменения, потому что просто так оставлять, ну, довольно глупо. Оно не очень смотрелось. Выделяем теперь вот эти два текста. Тоже передвигаем, тоже делаем больше. В общем, делаем как нам угодно. И давайте я вам покажу такие основы еще в плане того, как передвигать сцену, как менять ракурс сцены. Точнее, камеры сцены. Нажимаем цифру 1. Нажимаем левую кнопку мыши. И мы можем вот так вот перетаскивать нашу камеру. Далее нажимаем 2. И тоже мы можем вот так вот левой кнопкой мыши приближать, отдалять. И при помощи цифры 3 и левой кнопки мыши мы можем крутить эту сцену. То есть, как-то под какой-то угол поставить текст. Вот как-то так поставить, да? Так поставить. Также мы можем отредактировать освещение. То есть, как-то переместить освещение. Вот. Перемещаем и меняется освещение. И можем поменять цвет нашего текста. Для этого нажимаем 2 раза на материал. И меняем цвет. Вот, например, синий. У нас теперь есть синий текст. Теперь мы нажимаем вот сюда, когда у нас уже все готово. Сохранить. А, кстати, шрифт, где меняется. Давайте я вам покажу. Про него я забыл. Вот здесь вот. Нажимаем. И выбираем нам нужный шрифт. Мета-импакт. Нажимаем вот сюда. Эту галочку убираем. ПНГ. Выбираем папку, куда вы хотите сохранить. Закрываете и нажимаете вот сюда. И ждете рендера. Рендер длится в зависимости от характеристик вашего ПК. То есть, если у вас слабый ПК, то у вас будет дольше рендериться. Если у вас супер-мега-мощный комп, то у вас все будет довольно быстро и качественно. Но качественно всегда будет. Даже у меня на слабом ПК все качественно выходит. Я же уже отрендерил. И давайте перетащим этот текст. Вот. Давайте растреливаем слой. У нас готов текст. Располагаем его как вам нужно. Теперь добавляем... Что мы добавим? Логотипы. ПС лого, то есть фотошоп лого. Все вот эти вот файлы я искал в предыдущем ролике. И посмотрите тот ролик. Там действительно все было объяснено. С головы до 5, можно сказать. То есть, все там есть. Все, что вам нужно знать, там имеется. Параметры наложения. Давайте выполним обводку. Я сделаю вот такой градиент. Напомню, как это делается. Градиент меняется вот здесь. Цвет, узор и градиент. Узор это различные текстуры, которые вы загрузили в фотошоп. Это будет градиент. Градиент меняется вот здесь. Как цвета. И вот здесь вот можно поменять сам градиент. Я выберу такой градиент. Вы можете добавлять различные элементы. То есть, вы можете поставить персонажа игры. Тоже показывал в предыдущем ролике, как это делается. Давайте еще раз напомню, на всякий случай. Пишем здесь название игры. Например, ТС года. Всеми известная. Игра. И пишем рендер. Картинки. И мы видим здесь очень много персонажей. Ищем нам подходящего. Например, вот. И скачиваем PNG. Вот. Собственно, что делать дальше? Давайте добавим еще логотипов. При этом меняя их размеры. Теперь располагаем слои, как нам нужно. Например, вот так. То есть, все программы, которые участвовали в создании ролика, вы можете здесь разместить, чтобы убрать свободное пространство. Теперь давайте добавим интерактивные элементы. Это могут быть кубики, это могут быть кружочки, треугольники, квадраты. Все, что угодно. Я добавлю новый слой. И уже на этом слое мы сделаем кружочки. Выбираем жесткую круглую кисть. Размер редактируем. И делаем вот такие вот точечки. Но, перед этим еще хочется добавить один элемент. Взрыв PNG. Просто пишем взрыв PNG. И у нас здесь будет очень много взрывов всяких. Я выберу вот такой. Вот, скачиваем и добавляем его в наш проект. Добавили в проект. Теперь помещаем. Да. Теперь добавим слой. Этот слой растрируем. И мы его увеличим. Больше сделаем. Вот примерно так. Теперь нажимаем Ctrl-U. И меняем цветовой тон. Я сделал вот такой. Добавим освещение. Освещение делается довольно просто. Давайте еще один слой добавим. Вот на этом слое. Слое. Что я слое говорю? Делаем при помощи кисти. Огромные кисти. Меняем на самый большой. Ну, вот пример такой. Мягкая кисть выбираем. И давайте отдалимся. И сделаем какой-то голубоватый, синеватый цвет. Вот, например, такой. Можно увеличить размер кисти. Тем самым увеличить сам эффект освещения. Давайте теперь жесткую круглую. Выберем. И сделаем размер на 139. Теперь выбираем пипетку. И выбираем вот, ну, не знаю, какой-то... Давайте такой цвет. И при помощи кисти рисуем такие точечки на слое 2. Это могут быть кубики. Это могут быть треугольники. И все, что я говорил. Меняем размеры. Еще меньше. Вот что я могу вам показать сегодня. Вот такое вот превью. Вот оно готово. Давайте файл. Сохранить как. Затем наша рабочая папка. И сохраняем JPEG. Меняем название на какое-нибудь другое. Сохраняем. Наилучшее качество. Ок. И давайте теперь посмотрим на него. Вот наше превью готово. И оно в довольно хорошем качестве. Если я вам помог, подпишитесь на канал. Поставьте лайк. Всем удачи. Еще свидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...